Простые истины Сериал, который смотрела молодежь не потому, что бабушка смотрит и на улице плохая погода, а из-за сюжета. Сериал переносит смотрящего в обычную городскую школу, где школьная жизнь течет своим чередом. Тут есть все – любовь, друзья, мелкие скандалы. Единственные проблемы, которые есть у школьников – это как откосить от физкультуры, чтобы директор не понял этого. Или же как избавиться от двойки по физике и так далее. «Дикий ангел» – популярный аргентинский телесериал. В России первая трансляция прошла с 21 июля 1999 года по 4 августа 2000 года на телеканале РТР. Он имел такую популярность, что потом повторно транслировался еще пять раз. В центре сюжета – драматические отношения молодой девушки Мелагрос и выходца из богатой семьи Ива. Мелагрос – юная сирота, которая воспитывалась при церковном приходе. Она – очаровательная личность с обостренным чувством справедливости и неподдельными ценностями. Несмотря на то, что девушка никогда не знала родительской любви и заботы, она всегда была жизнерадостной и умеет как следует повеселиться. Наталья Аррера сумела влюбить в себя и свою героиню миллионы школьников. Все бежали домой после школы, чтобы не пропустить очередную серию. У некоторых по всей комнате были размещены плакаты с героями сериала. Это, наверное, один из первых сериалов, который смотрели и парни. «Беверли Хиллз» премьера сериала состоялась 4 октября 1990 года, а последний эпизод вышел в эфир 17 мая 2000 года. В первых сезонах в центре внимания оказываются близнецы Брэндон и Брэнда Волш, испытавшие культурный шок после переезда из Миннеаполиса в яркий Лос-Анджелес. Кроме типичных подростковых проблем, связанных с вопросом дружбы и любви, сериал также затрагивал такие важные социальные проблемы, как изнасилование, алкоголизм, домашнее насилие, права геев, антисемизм, наркозависимость, воспитание ребенка, воспитание ребенка в однополой семье, булимия, спид, аборты, подростковый суицид и подростковая беременность. Рейтинги неуклонно росли, но все изменилось, когда герои открыли новую страницу своей жизни – колледж. Хотя поклонники сериала по-прежнему любили его, а рейтинги оставались довольно высокими, шоу получало неблагоприятные отзывы, расстановка приоритетов в сюжетах сериала поменялась, в нем стали звучать мыльные нотки, тем самым разрушая репутацию серьезного драматического молодежного сериала. «Элен и ребята» – молодежный сериал про взаимоотношения молодых людей. Сериал рассказывает о жизни французских студентов. Все они учатся в университете, живут в общежитии, дружат, любят друг друга, ссорятся, расходятся, мирятся, играют в музыкальной группе. Этот сериал обсуждали на переменах, поедая несъедобную еду из школьной столовой. Герои фильма превратились для подростков 90-х в друзей, в жизни которых все активно принимали участие. Почти все девчонки влюблялись в красавчиков из сериала, а парни втихаря поглядывали эпизоды с не меньшим интересом. Ведь в те годы было не так много молодежных сериалов, как теперь. И для неискушенных школьников это было отражением студенческой жизни. Все мечтали, поступив в институт, обрести такую же веселую компанию и хорошо проводить время. Друзья. Американский комедийный телесериал, повествующий о жизни друзей. В сериале задействованы 6 человек, и все они друзья. Живут по соседству, переживают друг за друга, подшучивают друг над другом. И, конечно же, в этом круговороте дружбы не может обойтись без любви, ссор, слез и душевных переживаний. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Завершающую серию показывали на улице на большом экране, который был установлен на Тайм-сквер в Нью-Йорке. Последняя серия была так же юмористична, как остальные, в то же время печально и драматично. Сериал до сих пор приносит прибыль своим создателям, так как все еще популярен и имеет достаточно высокие рейтинги. Секретные материалы Американский научно-фантастический телесериал Показ стартовал 10 сентября 1993 года и завершился через 9 лет. За это время были сняты 202 серии. В сериале спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли работают в отделе секретные материалы, расследуют странные нерешенные дела, связанные с паранормальными явлениями. Малдер верит в существование инопланетян и прочие сверхъестественные вещи, в то время как Скалли, по своей натуре являясь скептиком, пропагандирует во всем научный подход и зачастую не соглашается с теориями своего напарника. Между персонажами развивается тесная связь, начинающаяся как платоническая дружба и оканчивающаяся романтическими отношениями. Много подростков по всему миру любили этот сериал. О нем знали без исключения все дети в школах. Одним из первых сериалов, после просмотра которого создавались фан-клубы, увлеченные поклонники писали в фанфике. Для России это было чем-то новым, запредельным по своей интриге, таинственности, мистичности. Оторваться от просмотра не предоставлялось возможным. На тот момент данный сериал занимал особое место в жизни подростков. И, конечно, невозможно не отметить шикарный саундтрек к сериалу, который по сей день будоражит своей таинственностью. «Байки из склепа» – американский телесериал «Онтология». С 1989 по 1996 год было снято 7 сезонов, общей сложностью 93 эпизода. Первая серия вышла на экраны 10 июня 1989 года, последняя – 19 июля 1996 года. Сериал был основан на популярных в 50-е годы одноименных комиксах. В основе лежат отличные друг от друга истории, но объединенные одной темой – людьми, которые совершают, как правило, плохие и нехорошие поступки, и в результате совершения этих поступков – поплатившимися за их совершение. Уму непостижимо, сколько звезд всех величин отметилось в эпизодах сериала, а Арнольд Шварценеггер попробовал себя даже в качестве режиссера. А какой сериал из 90-х был вашим любимым, и почему именно он?